Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана и сегодня я предлагаю вам вместе со мной сделать очень эффективную омолаживающую антивозрастную маску. Рецепт этой маски очень простой. Эффект после первого применения вы заметите сразу. Маска очень эффективна и быстро разглаживает даже самые глубокие морщины. Дает легкое освежение и осветление оттенку кожи, выравнивает легкую пигментацию. Одновременно эта маска очень хорошо обеззараживает и также подходит для чувствительной кожи. Видео будет полезным, информативным, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И давайте приступим. Для приготовления этой маски нам понадобится рисовая мука. Если у вас нет под рукой готовой рисовой муки, то можно взять примерно 2 столовые ложки обычного белого риса, перемолоть в кофемолке и использовать эту муку для приготовления домашних масок. Рисовая мука очень хорошо осветляет кожу, омолаживает и воздействие именно риса на кожу уже давно проверен и часто используется. Нам понадобится 1 столовая ложка рисовой муки. Рисовую муку берем без горки. Следующий ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится дрожжи. Дрожжи также часто применяют для ухода за возрастной кожей. Дрожжи очень хорошо питают, хорошо смягчают, разглаживают глубокие морщины. Дрожжи можно использовать быстрого приготовления, также можно использовать и дрожжи из брикетов. Если вы используете дрожжи из брикетов, то предварительно их подогрейте на водяной бане так, чтобы дрожжи дали пузырьки. Я использую сухие быстрые дрожжи. И нам понадобится 1 столовая ложка сухих дрожжей. Дрожжи добавляю также без горки. И следующий ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится морская соль. Морская соль очень эффективно обеззараживает кожу, улучшает тургор кожи, улучшает состояние и дает легкое подтягивающее воздействие на кожу. Нам понадобится также 1 столовая ложка морской соли. Если у вас нет под рукой именно морской соли, то можно для этой маски использовать и обычную поваренную соль. Главное условие, чтобы соль была очень мелкого помола. Для того, чтобы в момент смывания и нанесения маски не травмировать кожу и не делать этими острыми кристаллами микротрещины. Добавляю 1 столовую ложку морской соли. Затем нужно все очень хорошо перемешать. Следующий ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится минеральная или обычная питьевая кипяченая вода. Нужно добавить 10 мл обычной кипяченой питьевой воды. Добавляю 1 столовую ложку морской соли. Ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится косметическое масло. Лучше всего использовать косметическое масло домашнего приготовления. Если у вас есть косметическое масло миндальное, персиковое, виноградных косточек или зародышей пшеницы, масло шиповника, мяты масло косметическое также очень хорошо подойдет. Можно использовать и его. Я уверена, что те зрители, кто давно уже смотрит видео на моем канале, используют для применения в домашнем уходе именно косметические масла домашнего приготовления. Масло, которое рекомендуется добавить в сегодняшнюю маску, состоит из трех ингредиентов. Кто не смотрел, как правильно сделать косметическое домашнее омолаживающее антивозрастное масло, обязательно посмотрите. Оставлю ссылочку, вы здесь вверху можете нажать, посмотреть также все ссылки на компоненты, которые я использую для приготовления масок. И на те плейлисты, где вы можете ознакомиться с классными рецептами, также оставлю в первом закрепленном комментарии. Можете зайти и посмотреть. Для этой сегодняшней маски нам понадобится 1 столовая ложка косметического масла. Кстати, в состав этого уникального омолаживающего масла входят 3 ингредиента. Это лепестки мяты, либо мелисы, лепестки подорожника и лепестки роз. Получается уникальное масло. Готовится очень просто и быстро. Масло у меня уже готово и я использую с огромным удовольствием это масло для использования в домашних рецептах, приготовления различных средств. Теперь нужно все очень хорошо перемешать. Менением дать примерно 5-7 минут на то, чтобы маска настоялась, чтобы все ингредиенты между собой вошли во взаимодействие. И по истечении этого времени можно наносить эту маску. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней. Маску можно наносить в любое время дня. Если вы нанесете эту маску в утреннее время, то кожа получит дополнительное питание и увлажнение. Если эту маску вы нанесете перед сном, то в течение ночного времени ваша кожа будет также получать питательные и увлажняющие ингредиенты. Маску наносить нужно по кожным массажным линиям. Эта маска также подходит для ухода за кожей шеи, за кожей зоны декольте. И обязательно нанесите эту маску на кожу вокруг глаз, на гусиные лапки. Если у вас дряблая, повисшая, увядающая кожа верхнего века, то тонким слоем эту маску можно нанести также и на верхнее веко. Держать эту маску нужно не менее 25 минут. После истечения этого времени маску смочите влажным махровым полотенцем, затем легкими круговыми движениями смойте эту маску теплой водой. Затем ополосните кожу лица прохладной водой. Эта маска не требует дополнительного тонизирования кожи. После того, как смыли маску и ополоснули кожу прохладной водой, нанесите легкий увлажняющий крем. И использовать эту маску нужно 1-2 раза в неделю. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты. Увидимся завтра. Всех целую и обнимаю. А с вами была Оксана. Всем пока-пока.